В Карачаево-Черкесии продолжается региональный этап конкурса «Обилимпикс». В Индустриально-технологическом колледже учреждений индустрии и питания определяли лучших электромонтажников и поваров. О значимости конкурса профессионального мастерства для работодателей и самих участников расскажет наш корреспондент Артур Мхце. А как ты понимаешь, что все правильно получилось? Здесь у меня есть схема, здесь все показано. Здесь стоп, пуск, лампочка 3, 2. Один из участников регионального этапа конкурса «Обилимпикс» рассказывает, каким критериям должно соответствовать выполненное будущим электромонтажникам задание. До общения с нами Магомед Хабчаев успешно с ним справлялся. И лишь временная остановка на интервью немного смутила студента Индустриально-технологического колледжа. Впрочем, для этих ребят главное – конечный результат, по которому будут судить как члены жюри, так и потенциальные работодатели. Последних можно считать самыми заинтересованными наблюдателями. Конкурс традиционно проводится для того, чтобы наши дети, наши студенты СПО, имеющие отклонения в здоровье, то есть ограниченные возможности, имели возможность показать свои профессиональные навыки и найти себе работу. Примеров положительных множество, поскольку у наших студентов с ограниченными возможностями очень ярко выражена мотивация. Они все хотят быть полноценными членами нашего общества, работать, профессионально работать по своей профессии. Работодатели видят это стремление. А ведь по качеству и оперативности выполненных заданий и не скажешь, что участники – люди с ограниченными возможностями здоровья. Собственно, существующий в России 10 лет конкурс профессионального мастерства «Обилимпикс» и призван научить такую молодёжь минимизировать свою особенность – стать полноценной активной частью общества. Одновременно с электромонтажниками в другом микрорайоне города старт в состязаниях взяли будущие повара. К слову, кое-кто из конкурсантов уже совмещает с учёбой работу. Так этот молодой человек трудится в пункте общественного питания. Сегодня на чемпионате они готовят суп-пюре из овощей, но это по их желанию, из каких овощей они будут готовить. И готовят обязательно, значит, это у нас мясное блюдо с овощами, но из говядины. Вот авторское исполнение, вот что они придумали, как бы они его приготовили. Значит, они должны сами овощи нарезать, как им нравится, и из мяса приготовить блюдо, то, которое, как они видят, чтобы оно было подано. По словам членов жюри, окончательная оценка конкурсантов собирается из многих нюансов. Плюсами могут стать в том числе допустимая температура тарелки с блюдом, сервировка стола, опрятность участника, чистота на его рабочем месте. Но на окончательном вердикте, разумеется, скажется и то, насколько вкусным приготовленное сочтут эксперты. Артур Максим Мухаммеда Шабоков, Вести, Карачаево, Черкесия.